Основоположник детской педагогики, учитель, писатель. Именно Константин Ушинский начал первым внедрять в систему образования новые методы обучения и воспитания детей. Не зубрежка о развитии умственных способностей, наблюдательности и воображения. Не угроза наказания, а попытки сделать серьезное занятие увлекательным. Он делал упор на саморазвитие и открытость новым знаниям. На постулатах Ушинского основывается и современная система детского образования. К 200-летию со дня его рождения в Самаре прошла окружная научно-практическая конференция «Наследие Ушинского. Классика XXI веку». Организаторами выступили городской департамент образования, Самарское управление Министерства образования и науки и региональный центр развития образования. Сегодня более 600 педагогов соберутся здесь для того, чтобы обменяться опытом. Каким образом наследие Ушинского используется нами ныне при обучении детей? Указом президента России Владимира Путина этот год объявлен годом педагога и наставника. Особое внимание образованию. Приветствуются новые идеи, которые обновят и дополнят уже действующую систему. Конференция стала продолжением серии мероприятий, которые регулярно проводят в областной столице. Мероприятие было организовано в рамках года педагога и наставника, миссия которого – признание особого статуса педагогических работников и общественной значимости этой профессии, а также других специалистов, занимающихся наставнической деятельностью. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения нашего знаменитого педагога Константина Дмитрия Чаушинского. Но все идеи, которые он выдвигал, и не только другие педагоги наши знаменитые, они и сегодня остаются важными. Нужно только пересмотреть их, немножечко обсудить и переложить их на современность. И опять же применять. После пленарного заседания участники разошлись по секциям, где прозвучали доклады на тему образованию. Конференция пройдет 6 и 7 апреля. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.